Здравствуйте! В эфире Электрогорское телевидение. Прямо сейчас о новостях нашего города. Исполняющий обязанности начальника отдела по работе с молодежью Главного управления социальных коммуникаций Московской области Кирилл Литвицкий с официальным визитом посетил Дом молодежи. Как и открытие, это событие стало для нас знаковым, сказала директор молодежного центра Алена Черналова. Недавно молодежный центр переехал в отремонтированное здание. С переездом в новое помещение у ребят началась новая жизнь. Помимо интересных развлекательных мероприятий, они принимают участие и в официальных. С рабочим визитом их посетил исполняющий обязанности начальника отдела по работе с молодежью Главного управления социальных коммуникаций Московской области Кирилл Литвицкий. Он приехал познакомиться с молодежной политикой города, а также обсудить вопросы о совместной деятельности на ближайшее время. Именно мы написали новую программу по работе с молодежью, куда вошло три направления, базовых направлений. Это гражданско-патриотическая, духовно-нравственная работа, это работа с творческой молодежью и общественно-политический блок, это молодежная организация, НКО, самый такой массивный блок. Вот по этим направлениям мы будем строить работу не только в Электрогорске, но и в Московской области в целом. Для ребят была организована беседа в виде семинара. На нее собрались школьники и активная молодежь нашего города. Кирилл Петрович рассказал немного о себе и своей работе, а также поделился с ребятами опытом в сфере молодежной политики. Это стало первым мероприятием такого формата, который проводится в стенах молодежки. Своим визитом Кирилл Петрович вдохнул в нашу работу свежие идеи и обозначил самые актуальные проблемы, с которыми сталкивается молодежь в Московской области. Отметили сотрудники молодежного центра. Общегородской субботник состоялся в эти выходные в нашем городе. На всеобщее наведение порядка вышли сотрудники администрации, предприятий, организаций и учащиеся образовательных учреждений. Привести в порядок город субботним утром вышло около 200 человек. В рамках месячника уборки, наведения порядка, чистоты, все Подмосковье вышло наводить порядок в городах и на улицах любимых городов своих, поэтому мы тоже принимаем активное участие. Сегодня дружно выходят все коллективы предприятий, учреждений, но администрация, как всегда, и наши учреждения должны быть самые активные, самые ответственные и личным примером показать, на что мы способны. Хорошего субботника, хорошего настроения. Спасибо, спасибо. В первую очередь убрали мусор на главных территориях для отдыха, около бульвара, у озера Стахановское в городском парке. А скверу Дома культуры самостоятельно перед субботником убрали сотрудники управляющей компании «Ленком». Как вы видите, не вся территория еще убрана, но в силу своих возможностей мы убрали то, что смогли. В первую очередь мы решили убрать места, которые проходят вдоль дорожек, потому что здесь проходимая зона, ходят люди, гуляют, чтобы они видели, что в парке чисто, аккуратно. Помимо этого была убрана пешеходная зона у храма. Много мусора ликвидировали за магазином «Магнит» на площади Советской. Также привели в порядок и другие места. В первую очередь это делается для благоустройства города. Мы устраиваем субботники. Ну, раза два в неделю у нас весь коллектив выходит в парк, в сквер, в любые дворы города. Мы все вместе убираем листву, чтобы город выглядел чистым, аккуратным, опрятным. Если будет очень много листв, ее не убирать, в ней будет копиться мусор, потом она будет сырая, это тоже не очень будет хорошо. В парках вот у нас очень много людей гуляет с детками. Хочется, чтобы им здесь было комфортно, уютно. Следующий субботник запланирован на 3 октября. Хотелось бы, чтобы в нем приняли участие и жители города, а также перестали бы мусорить. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Первый туристический школьный слез состоялся на городских карьерах. Дети с удовольствием приняли в нем участие и попробовали свои силы на испытаниях. На соревнованиях побывала наша съемочная группа. Благодаря совместной работе двух ведомств отдела по культуре и комитета по образованию удалось организовать первый городской школьный туристический слет, который прошел в субботу 26 сентября. Участниками слета были учащиеся 8-9 классов школ города. Также наблюдали за мероприятием в качестве гостей ребята из второй школы. Всех участников слета приветствовал глава Электрогорска Игорь Красавин. Посмотрите, какая классная погода, хорошее настроение, дети счастливы. Мы тоже рады этому большому мероприятию. Все складывается удачно за возрождение той доброй, новой, хорошей традиции, за турслет в школьных учреждениях города Электрогорска. Дорогие дети, с праздником вас! В ходе слета проводились различные соревнования и конкурсы приветствия команд и капитанов, конкурс туристической песни, перетягивания каната. Но самое захватывающее и интересное соревнование – это, конечно же, туристическая полоса препятствий. А это один из этапов нашего сегодняшнего турслета. Очень сложное испытание, но все справились с первого раза. И хотя некоторые этапы соревнований были действительно непростыми, приходилось ползти по земле, забираться на крутой склон по натянутым веревкам и проходить еще множество других испытаний, ребята были неудержимы. И ничто не мешало им получать удовольствие от происходящего. А настроение какое? Настроение отличное, но устали физически, но мы сейчас итак в нем и дальше пойдем на участие. Я устала лишь только от того, чтобы просто бегать через леса, через ветки. Физически было им тяжело, все отлично, тут весело. С ребятами подружились, не только со своими, там с другими школами. Своими впечатлениями от хода мероприятия поделилась с нами председатель комитета по образованию Татьяна Панкова. Сегодня прекрасная погода. Ребята молодцы. Пришли, разбили палатки, обустроились, развели костровище. Они знают, что такое туристический слет. Организация культурного досуга молодежи – дело непростое, но важное. Благодаря таким мероприятиям можно привлечь внимание ребят к здоровому и активному образу жизни. И мы надеемся, что они будут проводиться чаще. С вами была Анна Шевалина. Всего доброго. До встречи, НТВЛ.